Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 22 февраля и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Цели по снижению находятся в области минимальных значений начала февраля. Это отметка 1.2185. Ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы сможем опять вернуться к продажам, находится на максимуме вчерашнего дня отметка 1.2359. По паре британский фунт, американский доллар, а также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению находятся в области 1.3782, ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашней торговой сессии, уровень 1.40 ровно. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели по росту находятся в области максимальных значений вчерашней торговой сессии, но следующий уровень уже на отметке 1.29. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.2625. По паре американский доллар, японская иена, также тенденция восходящая сохраняется. Цель роста этого закрепится выше максимальных значений вчерашнего дня, то есть уйти за отметку 1.1789, ну и далее двигаться уже на 1.0920. Возврат к продажам по данной паре будем рассматривать после преодоления и закрепления за минимальными значениями, которые мы видели вчера на отметке 1.1727. Пара австралийский доллар, американский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению находятся в области минимальных значений 8 февраля, это отметка 77.40. Возврат к покупкам по данному активу рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 79.00. По еврофунту также тенденция коррекционно нисходящая сохраняется. Цели по снижению это 87.89, ну и далее снижение до 87.27. Ближайший разворотный уровень находится на максимуме вчерашнего дня, отметка 88.56, преодоление которого уже откроют предпосылки на продолжение роста по данному активу. Золото продолжает снижение. Цели в снижении это отметка 1320 долларов за тройскую унцию, ну и после уже на 1305 будет актуально. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 1336 с целями роста до 1363 доллара за тройскую унцию. По нефти марки Brent вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 20 февраля. Если нефть марки Brent не пробьет максимум вчерашней торговой сессии на отметке 65.62, то тенденция нисходящая получит свое подтверждение. Именно сейчас она и преобладает на часовом таймфрейме. Цели по снижению это отметка 64.29, ну и далее уже мы нефть можем увидеть на 62 доллара за 1 баррель. По индексу DAX сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений вчерашней торговой сессии, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу снижения на текущий момент. И цели по данному снижению находятся в области 12274 и 12140. Возврат к покупкам по данному активу рассматривается после преодоления и закрепления за максимальными значениями вчерашней торговой сессии на отметке 12512. По биткоину коррекционное нисходящее движение сохраняется. Ближайший уровень поддержки, который важен на текущий момент, это область 10182. Если биткоин сможет преодолеть данный уровень и закрепиться за ним, то более затяжная коррекция уже будет актуальна с целью снижения до 9000 и далее. Возврат к покупкам по биткоину рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 11735. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео и оно для вас полезно, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.